Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Калачакра и Вишвамата. Тибет, неизвестный автор, 14 век, бронза, позолото, драгоценные камни, высота около 30. В этой скульптурной группе изображена слившаяся страстным объятием пара из тантрической мифологии Калачакра и Вишвамата. У обоих персонажей по четыре главы. У Калачакры 24 руки, у Вишваматы 8. Их переплетение образует вокруг фигур золотую ауру, подобно нимбу. Изначально в каждой из рук божества держали по атрибуту среди уцелевших ваджа, пучок стрел для борьбы с демонами-асурами, колокольчик, частично сломанный, меч, нож, двусторонний барабан, буддийское колесо, аркан, ракина-моллюска и инструктированное камнями украшение. Входнятые выше всего руки Калачакра держат отрезанную голову четырехликового бога-творца Брахмы. Несмотря на кажущуюся мрачность, этот атрибут символизирует бесконечное сострадание Калачакры по отношению ко всем созданиям. Кубы и глаза на каждом лице обозначены пигментом, что добавляет скульптуре естественности. Калачакра изображен в стремительном, полном энергии положении, которое зеркально отражается в позе вишваматы, что придает им динамическое единство. На обеих фигурах одето большое количество украшений с бирюзой и полудрагоценными камнями. Особого внимания заслуживает изысканный ободок на голове Калачакры. Вот такое описание к работе неизвестного автора Калачакра и Мишвамата «Тибет. 14 век бронза, позолота, драгоценные камни» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великий музей Минерал». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok